Итак, я приветствую всех присутствующих сегодня на очередной встрече Гулес Ликбеза. Хотя мы стали встречаться, возможно, немного реже, чем это было в прошлом году, зато наши встречи стали более объемные по времени и, самое важное, на мой взгляд, более информативные. То есть я по-прежнему ищу новые формы подхода к искусству и предлагаю, собственно, самые актуальные мысли, то есть то, над чем я работаю непосредственно сейчас, это не готовая форма знания, чем этот курс и необычен, это не просто лекционный курс, да, я ставлю тему всегда, которую мне бы было интересно сейчас развить по той или иной причине и ставлю ее, естественно, тогда, когда, в общем-то, у меня еще нет, у меня есть некое предощущение, что там что-то есть и оно может проявиться, а не когда у меня есть некий готовый вариант, да, ответ. То есть это не курс, который дает истины в лакановском измерении этого слова, то есть истины, как некие редуцированные до очевидности факты. Сегодняшнюю лекцию я назвал следующим образом, это опера «Моисей и Аарон» Арнольда Ченберга, «Культурный след» и «Современные параллели». Но речь пойдет не только о Ченберге и его опере, а речь пойдет о трех фигурах, так или иначе с ним связанных, и образующих вместе топологическую конструкцию, которую я выстрою в своей лекции в виде колец Баромео. По причине того, что лекция имеет свою форму и свою драматургию, я попрошу, как и всегда это делаю, задавать вопросы и комментарии только после окончания лекции. Вы можете их записывать, да, и в конце я буду готов на них ответить. Итак, сегодня мы рассмотрим три концепции трех авторов, сцепленные в такую хитрую конструкцию, что размыкание хотя бы одного из этих колец неминуемо приведет к распаду всей структуры. Хотя, что важно, ни одно из них не зацеплено попарно. Я назову эти фигуры не в хронологическом порядке, а в порядке логическом, ибо хронологический порядок вообще всегда стараюсь избегать. Так что первая у нас фигура, это не фигура Щенберга, это фигура Жака Лакана. Ну, имя Лакана, наверное, не нуждается в представлении. Это крупнейшая фигура в 20-м столетии, фигура психоаналитика, но который вышел далеко за пределы психоанализа. Это редкий пример человека, который повлиял, в общем-то, так же, как и Зигун Фрейд, на все понимание измерения человеческого, на все понимание измерения культуры как таковой, и, естественно, оказал колоссальное воздействие на философию. Собственно, сейчас можно писать в любой из гуманитарных отраслей только слайс на Лакана, можно писать, критикуя Лакана, и такое тоже бывает, что, в общем-то, обычно заканчивается достаточно комически. Нельзя только игнорировать Лакана. То есть Лакановское знание пронизывает все и вся, и подчас даже в каких-то таких работах совсем уж второстепенных, и, простите за слово, замшенов, которые доходят до науки через какие-то десятые руки, в общем-то, даже там проскальцуют основные Лакановские категории, хотя человек, вполне возможно, их унаследовал не из собственной структуры Лакана, а просто это уже основание всяческой гуманитарной мысли и мысли философской в принципе сейчас. И это удивительно, потому что, в общем-то, Лакан жил давно, он современник 20-го века, он родился в первом году 20-го столетия и умирает в 81-м году. В принципе, то, чем он занимался, самые важные, самые яркие семинары, ну, это 70-е годы. В принципе, от нас это отстоит на полсотни лет. И, тем не менее, ничего более яркого с тех пор не было придумано. Все, что было придумано яркого, значительного и ценного, по большому счету, это развитие идей Лакана. Вторая фигура, повторюсь, я их даю не в хронологии, да, я их даю по логике, это как раз фигура Арная Дощенберга, старшего современника Лакана. То есть, он как раз живет в первой половине 20-го столетия. И, собственно, это фигура не менее крупная. Это фигура, определившая, так же, как и Лакан, философскую мысль, Ащенберг определяет мысль музыкального искусства. Он не только создает новую музыкальную технику, в которой будут созданы десятки шедевров 20-го века. Это техника додекафония, о которой мы поговорим сегодня. Так, техника 12-ти, это новая система музыкального письма, принципиально отличающаяся от всей музыки до Шенберга. И, помимо этого, Шенберг создает целую композиторскую школу, в которую входят авторы, которые определили лицо 20-го века. Его учениками были Антон фон Веберн, о котором мы говорили на прошлом у Лесли-Гвезии. Альбан Берг, один из самых важных композиторов первой половины 20-го века. Ну и его учеником в конце жизни была такая фигура, чье имя, наверное, знает каждый. При этом это человек, который повлиял не только на музыку, он повлиял на все. Ибо был философом, художником, причем крупным художником. И, конечно же, композитором. Его звали Джон Кейдж. Джон Кейдж тоже брал частные уроки у Арнольда Шенберга, который тут уже переехал в Соединенные Штаты Америки. И, наконец, третья фигура наших бароневых колец – это наш современник. Это выдающийся архитектор и теоретик искусства – это Даниэль Лебескинт. Лебескинт настолько крупная фигура, что, в общем-то, достаточно привести в качестве аргумента хотя бы один. Это не просто создатель массы известнейших музеев по всему миру, но это, например, человек, который руководит генпланом застройки нового торгового центра в Нью-Йорке на месте снесенных взорванных башен-близнецов. То есть вы можете себе представить степень признанности этого автора, который руководит генпланом, где участвуют самые известные архитекторы мира, естественно. И начнем мы рассматривать сегодня этих авторов, образующих вот эту топику, также не по времени хронологическому. Ибо времени хронологическому я всегда несколько не доверяю. Я предлагаю рассматривать их во времени логическом, таким образом, как будто бы они существуют в единомеренности. Условно, очерчивая 20 век. Потому что та постройка, которую мы будем рассматривать сегодня в Лебескинде, она построена в самый последний год 20 века. То есть, в принципе, из 20 века мы никуда не выйдем. Договорно. И удобнее всего, конечно же, начать с теории. То есть, с фигуры Жака Лакана, потому что это создатель концепций, и именно эти концепции, точнее, одну его концепцию, знаменитую его триаду, и положить в основу анализа всех последующих произведений, которые мы будем сегодня рассматривать. То есть, произведения Чонберга и Лебескинда. Эта триада, всем, конечно, вам известна, эта триада символического, воображаемого и реального. Я уже на прошлых занятиях Гуля Сфигбеза неоднократно касался методологии Лакана, постоянно ее использовал, но, в общем-то, этот аппарат вам не преподносил в виде некой данности, в виде того, чем можно пользоваться. Так скажем, мне сам пользовался, да, я приносил уже результаты, а не сам аппарат. Естественно, ни в коей мере я не претендую на то, что я перед вами раскрою Лакановское знание. То есть, речь идет о том, что я, естественно, всего Лакана не читал. Его большая часть даже не переведена на русский язык. Более того, сам факт того, что его даже кто-то читал полностью, еще не говорит о том, что, в общем-то, осмелится какой-то человек утверждать, что он точно понял Лакана. Собственно, если человек точно понял Лакана, значит, он его точно не понял. Ибо в этом основная позиция отношения Лакана к знанию. Ибо знание в таком случае будет подменено истиной. А у Лакана это слово плохое, ругательное. Лаканом, на мой взгляд, наиболее ярко, конечно, пользуется сейчас такой философ и культуролог, как Славой Жижик, который активнейшим образом анализирует произведения искусства. Он снимался и в фильмах, посвященных анализу произведений искусства. В частности, его большой популярностью обладает киногид-извращенца. Подизвращенца он понимает, естественно, философа. Некая, не, так скажем, не наивный подход к анализу, который, естественно, извращен. Это издано и на русском языке в виде книги, и есть в фильм, но, насколько я понимаю, только с субтитрами, с русскими субтитрами. Жижик активнейшим образом пользуется именно лакановским аппаратом. Собственно, если вы не будете знать то, что мы сегодня разберем, в общем-то, Жижика вы навряд ли поймете, потому что сам Жижик, что такое символическое, воображаемое, реальное, если комментируют, то достаточно туманно. Он этим просто пользуется. Я не претендую не на совпадение в трактовках этих категорий с Жижиком, я не претендую на то, что это является объективной закрепленной данностью, я предлагаю вам их в том виде, в котором я их понимаю. И, собственно, эта триада вот так рисовалась лаканом, и выглядит она на самом деле вот так. То есть в двухмерном пространстве вы баромировые кольца на самом деле не поймете, вы их не увидите. Вы не поймете, что у них так называемое брунного зацепления, то есть ни одно из них не сцеплено попарно, но втроем они неразрывны. Вот в чем основной интерес подобной конструкции, на самом деле конструкция достаточно древняя, брунного зацепления это простейшее из них еще, выявлено еще в конце 19 века, но, в общем-то, для лакановой топики это очень важно, именно сам факт того, что они соединены только втроем, попарно они не сцеплены. И хотя бы одно будет разорвано, разрушится вся конструкция. Ну, прошу еще обратить внимание на то, что я произношу эту топику именно следующим образом, как символическое, воображаемое и реальное, что не соответствует тому, как это приводило у лакана. Дело в том, что у лакана эта топика выглядит следующим образом, воображаемое, символическое и реальное. То есть, два первых элемента я переставляю местами, причем делаю это не для того, чтобы улучшить лакана, а для того, чтобы предотвратить неверное понимание его системы. Дело в том, что, несмотря на то, что на этой схеме абсолютно видно, что в ней нет ничего иерархического, в ней каждый элемент абсолютно идентичен двум другим, да, они равноправные. Тем не менее, аналитики, да и философы восприняли, в общем-то, интенсию лакана совсем привратно. Они восприняли ее следующим образом. То, что, в общем, воображаемое, это нечто такое несущественное, неважное, ерунда всякая, символическое, это уже нечто поинтереснее, а вот реальное, это самый сок, да, самое ценное, в общем-то, куда и нужно бросить все силы, чтобы его, в общем, найти это самое, реальное. То есть, в общем-то, мимо них не прошла метафизика Хайдегера с бытием исущим, и, в общем, они кинулись скорее на поиски хайдегелианства, чем лаконианства. Именно поэтому я и предлагаю к перестановке два элемента, не потому, что так они лучше, как понять, их с любого можно начинать, а потому что только так они не прочитываются, как иерархическая система. То есть, только когда воображаемое попадает в середину, навряд ли кому-то придет в голову, что воображаемое, соответственно, более ценное, чем символическое, или реально. Вот в чем дело. То есть, только поэтому я меняю местами, опять же, только на словах. Чтобы вы поняли, что это не иерархизированная структура, что очень-очень важно. Хотя, на самом деле, есть основания так считать, что воображаемое – это нечто такое плохое из трудов лакона. Во-первых, все труды лакона, ну, не все, почти все труды лакона – это устная речь. То есть, это семинары, которые просто записаны на плену. И дело в том, что устная речь, естественно, подразумевает определенный порядок поиска. А во-вторых, на самом деле, из лакона, если читать его более корректно, понятно, что он говорит о проблемах воображаемого, которые решаются через символическое. Да, воображаемым будет наибольшее количество проблем, мы почти все умыслим через воображаемое. Но это не значит, что само по себе воображаемое – нечто малозначительное. Без него, собственно, ничего не будет. Так же, как и без любого другого из трех этих регистров. Поэтому в данном случае можете называть в любом порядке, можете называть и так, как это сделал лакона, только понимая, что, в общем-то, иерархии здесь ноль. Первая категория, к которой обращается мысль лакона, еще задолго до появления триады, триада была обнародована впервые в 1953 году, а представил он ее подробнейший разбор в семинарии 1974-1975 года. То есть речь идет о учебном годе, естественно. Семинар шли по учебным годам, то есть 1974-1975 год. Так задолго до этого еще относительно молодой исследователь Жак Лакан обращается к категории воображаемого. В 1936 году, то есть ему было тогда 35 лет, он создает работу под названием «Стадия зеркала». Это его первый важнейший вклад в психоаналитическое учение. Собственно, это самое важное, что было сделано в психоанализе после Фрейда. И заметьте, это даже не совсем после Фрейда. То есть Фрейд умрет в 1939-м. То есть это еще при Фрейде. В чем суть воображаемого, который представляется в этой работе? Воображаемое или имага это целостный образ себя и измерение всего через этот образ. По аналогии с тем, что другой или другое такие же, как мы. То есть целостные. Вот это самое важное. В работе «Стадия зеркала» описывается следующее, что это самая ранняя стадия самоидентификации ребенка. Она приходится по лакану примерно с полугода до полутора лет. И это тогда, когда ребенок начинает узнавать себя в зеркале, свой образ. Здесь лакан ссылается на исследование самого уважаемого им аналитика после Фрейда. Это Мелани Клейн. Наверное, действительно, самый серьезный исследователь между Фрейдом и лаканом, хронологически. Мелани Клейн всю свою жизнь посвятила, ну, почти всю свою жизнь посвятила анализу, именно психоанализу детей, детской психологии. И сейчас психоанализу, а не психологии, да, это нечто совсем иное. И дело в том, что Мелани Клейн сделала потрясающие выводы, которых не было у Фрейда. То, что ребенок на самых ранних стадиях своего развития не видит целостного образа. То есть он не видит никакую мать. Он не может любить мать. Он любит частичные объекты. Грудь, руку, губы. Он может их узнавать, но они не являются целостным объектом. Вот в чем дело. И таким образом себя он мыслит тоже как частичные объекты. Вот в чем дело. То есть нет целостного образа, есть только частичные объекты. Таким образом, когда ребенок впервые видит себя в зеркале, он впервые осознает себя как нечто целостное. А у этого есть весьма и весьма не только позитивные, но и негативные последствия. А какие? Что такое целое? Целое – это то, что может быть испорчено, разбито, то, от чего может быть оторван кусок. Это и порождает тревогу. Именно здесь лежит знаменитая идея Фрейда о кастрации, да, фантазии страха кастрации как таковой, потому что целое – это то, чья целостность может быть нарушена. И этому есть совершенно потрясающее подтверждение в самой психоаналитической практике Мелани Кляйн, то есть в тех же самых лет, когда у одного ребенка была фантазия о нечто внутри него же самого, что должно разорвать его на части и тем самым убить. Так вот, соответственно, вот этот страх, то есть страх нарушения целостности, разрушения этой целостности, потому что уже был опыт частичного объекта, который собирается в целое. Значит, возможно, рекурсия, да, возможно, движение назад к разрушению частичного объекта. Так вот, это и есть сердцевина воображаемая. Вот в чем дело. С тех самых пор, как человек осознает свою целостность, он начинает воспринимать все по аналогии с собой. Таким образом, идентификация становится ключевым механизмом психологической работы, в принципе. Да, как таково. Но вся проблема воображаемого в том, что само я воспринимается не на месте я, а как отраженное зеркало. То есть изначально смысл воображаемого в том, что я занимает позицию другого. Вот в чем проблема. То есть оно отчуждает я от самого я. То есть изначально позиция наша противоположена нам, потому что мы воспринимаем себя в отражении. И в этом как бы проблему воображаемого оттуда огромное количество всевозможных смещений, самоотчуждения и так далее, которые и вытекают из воображаемого как такового. То есть так как я видимое, отторжено, смещено по отношению к я агенту, я действующему. Жиль-Делес определял в данном случае это воображаемое как удвоение. Можете подать. И в данном случае это тоже очень интересно, потому что отсылает к картезианской модели я деленное на я. в данном случае, где я удвоено и удвоением и является собственно вот эта линия зеркала. Лакан, кстати, весьма интересно интерпретировал это Коби-Тайар-Гасун, он его разделял пополам, как я мыслей, следовательно, не существую, я существую, следовательно, не мыслей, так как я два. Если они делят пополам субъекта, то в общем-то из мыслей Кортезия это вполне вытекает. Собственно, это и есть то, что он сказал. Не то, что он хотел сказать, то, что он сказал, это в общем-то не одно и то же. Он это и понял, ибо все время эту фразу до конца дней своих пытался переделать, переставить, но в общем-то ничего более пытного из нее так и не вышло, так она и осталась сама собой. В 53-м году, то есть уже после Второй мировой войны, Лакан обращается к второй системе, второй своей второму регистру, регистру символическому. Здесь, видите, как раз аналог стадии зеркала, проображаемое в чистом виде, где, собственно, нарцисс, свображаемое, кстати, нарциссизм, очень интересно, связано. Не в банальном понимании, а в псевоаналитическом понимании этого слова, не в журнале. И в таком случае, соответственно, свображаемое еще будет связано образ другого. В отличие от категории, которую очень часто эксплуатируют в последнее время, категории, связанные с символическим регистром, это категория большого другого. Наверняка все слышали большого другого, его так активно эксплуатируют, что уже стали путать даже с большим братом. Но вот, что такое большой другой? Большой другой это другой язык. Это другой, к которому обращена речь, или другой, который взыскует с нас речь. Вот что такое большой другой. Ему может быть кто угол. Он не обязательно действительно большой. то есть это другой с большой буквы. Так как просто другой, это значит образ другого. С большой буквы другой, значит это собственно другой язык. Так вот, это уже относится к символическому регистру, который Лакан начинает развивать активно с 1953 года. Что такое символическое? Символическое это система различий. То есть это батарея означающая. Лакановское символическое очень тесно связано с становлением в то время структуралистской мысли. В 1949 году выходит одна из базовых работ Клода Левистроса «Элементарную структуру родства», в которой Левистрос в общем-то высказывает основное свое такое положение, если обобщать, что понять отдельные детали возможно только через описание их места в общей системе. То есть только за счет структуры и элемент имеет значение только внутри структуры. Вне структуры он теряет какое бы то ни было значение. И именно на вот этих идеях основывается символическое Лакана, хотя у Лакана есть принципиальные отличия от Левистроса и в общем-то если мысли Левистроса сейчас и пользуются то весьма опосредованно, то мысль Лакана показала того, что она в общем-то более мобильна и более способна к последующему удовлетворению. Основное отличие Лакана от Левистроса в том, что он не сводит все к структурам символического порядка. Даже на уровне языка, хотя Лакана постоянно критикуют, особенно те, кто его не читал, как в случае через фрейдер. Те, что Лакан в общем-то подвис на означающем, что Лакан это означающее, что это значит структура языка и ничего более. Но Лакан никогда такого не говорил, такое может сказать, кто-то Лакана вообще ни разу не открывал в принципе. И как раз если бы он Лакана открыл, он бы понял, что с точки зрения структуры, как мы обычно привыкли читать книжку, это не читаемо вообще никак. То есть совсем. Это даже сложно понять, к какой категории этот текст вообще относится. Понятно явно, что он не научный. Ибо психоанализ не наука. Совершенный мой способ высказывания. Он не художественный, он какой-то третий. Это и есть психоаналитический дискурс. Ибо Фрейд, работая с психоанализом, естественно, очень много в нем открыл, писал всегда в научном дискурсе. То есть его работы научные в строгом смысле этого слова. А лаканские работы псевоаналитические возможны единственные. Не будет. Так вот, даже на уровне языка лакан говорит о том, что символическое представлено лишь частично. Даже на уровне языка есть как воображаемое, так и реальное. В огромных количествах. Что эти такие за означаемое и означающее. Пара означаемое и означающее активно эксплуатировалась Фердинандом де Сассюром, основателем современного типа лингвистики, и оттуда перешла в современную философию. Чем она примечательна именно у лакана? Дело в том, что означающее это у нас символический регистра, а означаемое тут момент истины воображаемое. Естественно, никакой нереальной. Спасибо. Так вот, согласно лакану означающее не обладает на самом деле никаким значением. Оно лишь отсылает к другому означающему. То есть это просто позиция внутри структуры. То есть самого у него значения нет никакого. это символическая от своего рода структура, которая может быть наполнена воображаемым. Это секта, это матрица. Я многократно приводил пример с бедным и богатым, что в общем-то бедный и богатый, которые и являются означающими в полном смысле слова, сами по себе не значат ничего. То есть что такое бедный? Если вы живете на рублевке, у вас там стоит не Бентли, а БМВ и лет 10, а не год, то вы бедный. Если у вас еще не особняк, который строил Азаха Хадид, а у вас домик, который строили по дешевке представители ближнего зарубежья, азиатской стороны. соответственно вы бедный. А если вы живете где-нибудь в лесах Амазонии и у вас есть рожавый велосипед и он работает, то вы можете быть вождем племени и вы богатый. То есть богатый и бедный это диспозиция отношений внутри системы. Самого по себе богатства и бедности не существует. Вот как работают означающие. И в данном случае, когда Лакан открывает символическое, конечно же он дал основание считать, что оно круче, чем воображаемое. Потому что с помощью введения нового регистра ему удавалось решать проблему, когда запутанность наступала воображаемому. То есть он считал, что все проблемы психологического толка могут быть решаемы через устранение воображаемых идентификаций. То есть через символический регистр. В данном случае, конечно, в некоторых его работах в 50-х можно прочесть интенсию, что проблема воображаемая, а символическое это решение. Но это не значит, что символическое важнее, чем воображаемое. Простите, в символическом регистре мы, конечно, все находимся, но мы не можем отказаться от воображаемого регистра. Как? Это невозможно. Абсолютно. И вот это очень важный момент. Дело в том, что в лакановском анализе и, собственно, после лакана почти везде бессознательная впервые отказалась от бредов идеи, что это некое место, да, не пойми где, где куча образов хранится, у Фрейда там вообще не пойми, что находилось, у Юнга там эти скелеты в шкафу стояли, да, причем прошлые обязательно архетипы назывались. И, в общем-то, это такое чудное место, где можно все найти. Лакан дает совершенно потрясающее определение бессознательного, которое, наконец-то, стало научным, что бессознательное есть сумму влияния речи на субъект. Это цитата. На том уровне, где субъект конституирует себя из эффектов означающих. Так как означающее неизбежно отсылает к целой сети того, что Дерридат в последующем назовет следом, то есть расщеплением на разные элементы значения, то есть что бы мы ни говорили, мы говорим еще что-то другое, и это порождает как раз тот эффект, который именуется бессознательным. Ибо, когда мы говорим нечто одно, естественно, мы не подразумеваем то, что из этого следует целый ряд других эффектов. Вот эти эффекты, которые опять же влияют на нас как в прямом смысле, то есть мы же их воспринимаем так и опосредованным, ибо как речь обращенная к большому другому, это и есть бессознательное, ничего более. Образы, в которые оно будет оболочаться, это, естественно, уже воображает. И, наконец, третья категория, третий регистр, который обычно считают самым-самым важным и интересным, это, собственно, реальное. Реальное это несовпадение символического или воображаемого с самим собой. То есть реальное это диагрония, это время, это смещение. Вот что такое реальное. Когда вы пришли на то же самое место, оно уже не то же самое место. Вот и все. Реальное лакам начинает развивать с 1963 года, то есть спустя 10 лет после символического. И здесь действительно очень важно понятие следа, оно очень хорошо проясняет, собственно, что такое реальное. Ну, допустим, след на песке. Если вы видите след на песке, как у дуфов для бензона груза, то это значит не только то, что человек здесь присутствует. Такой вывод, да, груза делает? До этого же не было следа. Но это еще и значит то, что этого человека сейчас здесь нет. След двойным значением обладает. След в данном случае это присутствие отсутствие. И в данном случае смещается объект во времени. Мы видим одновременно присутствие того, что здесь человек отсутствует в данном моменте. Вот какое значение следа. на самом деле след весьма интересная вещь, особенно так, как его разбирал Деррида, это одна из ключевых позиций для его творчества, это смещение означающих относительно самую себя. То есть так как структура постоянно движется, сама по себе структура символического регистра, она на самом деле не статична, то означающее в общем-то никогда не может совпать с самим собой. И в этом смысле реально это то, что наносит символическому уровню. Реальное, как это определял Жижик, реальное это возмущение на теле символического. Это функтуация. Реально. Или Лакан это определял Лакановская речь, она специфична. Лакан определяет это так. Реальное там, где что-то хромает. Ну, те, кто читали «Капитализм» и «Шизофрению» Делёза, смогут найти всегда параллель с постоянно ломающимися желающими машинами. То есть они ломаются не потому, что они ломаются, а потому, что они просто не могут не ломаться. Вот в чем дело. То есть они не могут работать иначе, как только ломаются постоянно. Вот в чем суть. Ну, то есть получается, реально это постоянное несовпадение ни на воображаемом уровне, ни на уровне символическом. Вот оно, где проявляется. это зазор, это трещин. Вот почему оно не символизируемо. Это не что-то там пугающее по типу трэш-хоррора, это не что-то по типу фэнтези, где чудесный мир какой-то скрывается. Это просто то, что не совпадает само с собой, и, естественно, этим доставляет немалую хлопут. По большому счету это то, чего мы изо всех сил пытаемся избежать. Но избежать этого не можем. Вот что такое реальное. Реальное это то, как выразился однажды Лакан, чего не надо было. Но оно никуда деться не может. И поэтому если символическое и воображаемое могут быть представлены в виде синхронного среза, то реальное в виде синхронного среза представлено быть не может. Потому что реальное это движение, это смещение. То есть каждый раз, когда мы его увидим в виде синхронного среза, это будет всего лишь либо воображаемое, либо символическое. То есть нам понадобится хотя бы два синхронных среза, чтобы наложить их один на другой, чтобы, собственно, это реальная проявилась. Вот в чем для меня. Для меня классическим образцом, демонстрирующим это действие, в музыкальном искусстве является минимализм, а точнее репетитивизм. Где повторяется одно и то же, и именно за счет того, что оно повторяется, одинаковым и не является. Он и показывает смещение постоянное означающего относительно самую себя. Потому что одинаковым оно не может быть. Даже если это записано на пленку. Даже если это не то, что это сыграно по-разному каждый раз, а даже если записано на пленку, оно все время разное. Потому что сначала это воспринимается как нечто целостное, потом это начинает отторгаться, потом это вновь принимается, но уже по какой-то другой причине и так далее. Вот в чем дело. Как какая-нибудь шутка, которая сначала может быть смешна, а потом тоже может быть смешна, но уже по другой причине. Причине или бесконечного повторения. Бессмысленное повторение. Это как сам смех, как выразился однажды Смулянский, что суть смеха не в шутке, не шутка является причиной смеха, а причиной смеха является появившийся смех. Смех это непроизвольная реакция, которая неожиданно возникает, и в общем-то в дальнейшем он продолжается какое-то время как реакция на самую себя. Но это легко наблюдать на маленьких детях, они смеются, потому что они понимают, что они смеются и не могут остановиться. И эта сама ситуация вызывает в них смех. Получается, сам по себе смех даже смещен вот этой реальностью. Это как раз реальная. Почему? Потому что означающее одно смех, а реально оно смещено и разбито на две составляющие. То есть изначально первый смех, который вызван смешной ситуацией или смешным поступком, и второй смех, который вызван самим смехом, потому что ребенок или человек постарше понимает, что смех здесь неуместен. Но он есть и значит это вызывает повторичную смешную ситуацию. Вот в чем дело. Вот это действие реального. Сама жизнь Лакана тоже обрисовывает эту триаду. Ну, первый период его творчества это то, когда он работает над воображаемым, да, с 36-го, 52-й, второй период, когда работает над символическим, на 53-й по 62-й, и третий период, когда он работает над реальным, я пишу под 81-й, хотя это не совсем так, самые последние годы своей жизни Лакан больше интересовался категорией желания и делал ставку, в общем-то, на нее уже, а не на триаду. Но он все время шел вперед, то есть если что-то достигнуто, то он ушел уже в другую теперь же вооруженные достаточно мощной методологией обратимся к центральной нашей сегодня фигуре, фигуре Арнольда Чонберка. Арнольд Чонберг родился в 74-м году 19-го века и умер в 51-м году 20-го, то есть с Лаканом они 50 лет их исторического времени соединяют, накладываются одно и другое. Так что они не были совсем уж в разные эпохи жившими людьми. Если обратиться к периодизации творчества Чонберка, не как это обычно делают в биографическом измерении, когда женился, когда куда переехал, когда куда-то там устроился, это малоинтересно на самом деле. Если разделить его жизнь на те техники, которыми он пользовался, то мы получим тоже три периода. Первый с 97-го по 7-й, второй с 8-го по 14-й, потом заметьте, дыра, и третий с 20-х по конец собственной его жизни. Первый период его творчества это позднеромантическая функциональная гармония лежит в его основе. То есть он приходит в мир музыки тогда, когда творили Малер, когда творил Лихард Штраус, когда творили великие австрийские композиторы, и в общем-то начинает работать в манере схожей с ними. Это в общем-то типично для судьбы молодого композитора того времени, именно того, да, потому что сейчас многие начинают с принципиальной чем-то иного. С неповторением. Но тогда как раз обычно учились на чем-то. Щелберг в нашем понимании слова не имел профессионального музыкального образования, потому что тогда это было еще нормой, заметьте, это все-таки 70-е годы 19-го века, то есть он брал частные уроки, как Стравинский, допустим. Тогда это считалось абсолютно нормально, получить образование просто по специальностью какого-то крупного специалиста. В его случае это было вдвойне просто, потому что он, в общем-то, стал мужем сестры Александра Фон Цемлинского. Александр Фон Цемлинский в то время один из ведущих европейских композиторов. Я слышал три его оперы, и знаете, это в принципе совершенная музыка. Я слышал флорентийскую трагедию, я слышал Карлика, иногда переводит гном, что неверно, и царя Кандалла. То есть это интереснейшие сюжеты, это сюжеты, в частности вальдовские сюжеты, и это сделано просто блистать. Почему он не вошел в золотой фонд, мы знаем, что туда входит не самое лучшее, туда входит что-то во многом определяемое другими параметрами. В частности теми или иными взаимоотношениями, той или иной позиции, тем или иным интересам общества в данную конкретную ситуацию в этом месте и массой других. Это действительно огромный колоссальный мастер и сейчас исполняются его камерный ансамбль, квартеты в частности. И они показывают колоссальный уровень Цемлинского, так что школа у Шотберга была великолепна. В данном случае получается брат его супруги давал ему уровень. И в этой технике, в технике обычной позднеромантической гармонии он создает первые свои шедевры, назову хотя бы несколько из них, которые исполняются по сей день сплошь. Это «Секситет, ночь просветлённая», одно из самых исполняемых произведений Шотберга, «Оратория, песни Гурли», первый струнный квартет и хоровое произведение «Мир на земле», которое, собственно, и завершает этот период. Тут происходит у Шотберга перелом, колоссальный перелом в творчестве, который можно связать с его биографией, но я бы не стал. Дело в том, что, судя по всему, он произошёл чуть-чуть раньше. Хотя, понимаете, всегда, когда мы связываем что-то с биографией, иногда действительно биографический момент совпадает с резким переломом в творчестве. Но очень часто такой же биографический момент никак не влияет на творчество. Это говорит, что, в общем-то, это вещи, которые скорее происходят синхронно, чем одно является причиной другого. Например, та ситуация, которую я сейчас и пишу, вполне возможно была как раз инициирована изменением отношения Шотберга к искусству, а не наоборот стало следствием, произошедшей в семье драмы. Дело в том, что в 1908 году, в середине 1908 года, его супруга оставляет его и детей, у них же дети были, и уходит ни много, ни мало к Рихарду Герстелю. Рихард Герстель, тогда совсем молодой человек, начинающий, да уже не начинающий, уже даже состоявшийся художник, 25, сколько он прожил, это был действительно уникальный гений. Так вот, Матильда уходит к нему. Это один из основателей экспрессионизма, крупнейший художник того времени. однако, усовестившись через какое-то количество времени, то, что в общем-то она сбросила детей на мужа, она все-таки возвращается к Чонгерку, что закончилось плохо не для Чонгерка, а закончилось плохо для Герстеля. Он покончил с собой, причем покончил с собой достаточно страшно, он воткнул себе нож в грудь, пытаясь пробить сердце, у него это не удалось, то есть он не умер, и вот в таком ужасающем художивом состоянии он повесился. Герстель был с тех пор, с 908-го полностью забыт, и в 30-е годы он становится ключевой фигурой для экспрессионизма. То есть сейчас это, собственно, один из самых важнейших художников экспрессионизма. И повторюсь, он прожил 25 лет. И если, конечно, немного соринизировать эту ситуацию, Чонгерк, видать, решил пересмотреть свои взгляды и стать поэкспрессивным. Он резко отбрасывает позицию позднеромантическую и становится в полном смысле словом экспрессионистом. Одним из первых экспрессионистов на языке. Именно с этого года. И это меняется не только его отношение. В принципе, к экспрессионистским можно отнести и его позднеромантические партитуры. Меняется сама техника. Он становится полностью свободным. То есть он отказывается от классической гармонии. Он переходит на позицию свободной тональности. То есть если переводить это на упрощенный язык, это такая техника, в которой можно писать все, что угодно. То есть критерием является только слух. Никаких иных правил нет. красиво то, что лично ему, как автору, нравится. И это является единственным мерилом в данном случае его техники. В такой технике он создает целый блок совершенно уникальных шедевров. Это пять пьес для оркестра девятого года, опера или монодрама, что точнее, ожидания и, собственно, одна из самых важнейших партитур двадцатого века лунный пьера. Сложно охарактеризовать, что это по жанру. Скажем, это трижды семь стихотворений Альбера Жиро для голоса, заметьте, именно для голоса, потому что это не вокалистка, это же партизан. Это нечто среднее между чтением и пением. И ансамбль на стихе Альбера Жиро. Произведение, которое я доказываю в своих работах, что оно написано было по колодике автору. Что, в общем-то, нигде никак не заявлено. Вот. И совпадение сто процентов. И именно не Ужиро. Ушел для Альбера Жиро было пятьдесят стихотворений. То есть отобраны такие, расположены в таком порядке, которые точно соответствуют колодии. Чендерк вообще любил заморочиваться не только по этому поводу, но и по поводу цифр. Он страшно боялся, например, числа 13. Он действительно родился 13-го, числа 13-го он умер без 13-ти минут полночь, насколько я помню. И в общем-то мы узнаем чуть позже, почему его опера называется не «Моисей и Аарон», как я написал, как она пишется везде, а «Моисей и Аарон» с одной буквы. Хотя в немецком так и не положено. так и вот, этот период заканчивается весьма любопытным моментом, он заканчивается кризисом с началом Первой мировой войны. Чендерк еще что-то создает, он пытается работать, но в общем-то в этой свободе, абсолютной свободе, он списался очень быстро. А повторяться он не хочет, он не собирается клонировать до бесконечности свои партитуры, если они есть манифестация свободы, то в общем-то он не написал, зачем еще это нужно писать, да? И, наконец, с 20-х годов третий период наступает, когда он разрабатывает именно ту систему, которая принесла ему мировую известность. Система называется «Додекофония», и в ней он создает огромное количество шедевров. Впервые он их применяет в Севенаде, опус 24, но самый известный назову сочинение. Это третьи, четвертые струнные квартеты, это вариации для оркестра, на мой взгляд, наиболее яркое возможно сочинение в этой технике, и легендарное произведение, ставшее пультовой после Второй мировой войны, уцелевшее из Варшавы, соответственно, о страшном моментах массовых расстрелов в мире. И, собственно, то сочинение, о котором пойдет сегодня речь. Опера, миссии, и аром. В двух словах попытаюсь обрисовать, в том числе и не для музыкантов, а для музыкантов тоже будет полезно, собственно, что такое додекафония. Объяснить, на самом деле, это непросто. Дело в том, что додекафония основывается на понятии серии, или ряда. серия, состоящая из 12 звуков, не является аналогом хроматической гаммы. Да, она, в ее основе ложится то, что европейский звукоряд, его гамму, состоящую из 7 звуков, да, можно поделить на полутона, и они организованы будут в виде 12 полутонов. Абсолютно одинаковые расстояния, маркирующих между собой. В основу серии берется эта хроматическая гамма, но звуки располагаются в таком порядке, чтобы серия выглядела так или иначе, как некая осмысленная конструкция. Она может быть симметричной, она может быть логичной по иному принципу, да, она может на 3 секунды поделиться. Но смысл того, что из хроматической гаммы, не повторяя ни один звук, мы располагаем эти ноты так, чтобы они были выстроены в конструкцию, которой является серия. Вот вверху вы видите серию, вот она. Вверху совсем гамму, а здесь серия с пронумерованными звуками. Эта серия становится своего рода ДНК будущего организма произведения. То есть это то, что не будет звучать так, это то, что ляжет и станет структурной основой всего последующего произведения. На всех уровнях. С серией по щенгерку можно работать четырьмя способами. То есть это ее прямое движение, это ее обращенное движение, вот, первоначальное, обращенное, перевернутое, и соответственно обращенное в рыкоходе. Берем серию, отражаем ее как в зеркале, на это одно, можем ее же взять и перевернуть, дать ее ракоход, и соответственно этот же ракоход от зеркалей перевернуть. Четыре возможных способа работы с ним. Я специально для сегодняшней встречи взял эту серию и написал на нее небольшой фрагмент, который бы содержал всего 12 звуков. То есть только ее, причем написал специально в стилистике в стилистике еще одной фрагменте, чтобы показать, что серия это не мелодия, серия это не гармония, она определяет и то, и горизонтально, и вертикально. Вот этот фрагмент. В данном случае удвоение без перевода на другой звук, то есть повтор как подзвук этого же самого звука является допустимым. Это является своего рода одна нота, которая просто прерывается. Еще для такого найти спло можно. Так и вот, как вы видите, это и есть вот эти 12 звуков. И эти 12 звуков определяют как вертикаль, так и горизонталь. Обратите внимание, как они следуют. Вверху только первый, восьмой и двенадцатый. То есть после первого идут второй, третий, потом четвертый, пятый, потом шестой, седьмой, туда восьмой, здесь девятый, десятый, сюда одиннадцатый, там двенадцатый. То есть реально в времени диахроническом они излагают серию действительно подряд. Но во времени, в смысле, если мы будем мелодию смотреть, то в мелодии совершенно они не обязательно должны представлены быть подряд. И вот, когда в мелодии звучит что-то одно, в других голосах может начать звучать что-то совсем другое. Издавна считалось, что серия это, в общем-то, нечто такое, что является еще большим ограничением, чем функциональная гармония. Что Ченберг сначала, в общем-то, пользовался обычными средствами, потом стал пользоваться абсолютной свободой, не выдержал этой свободы, и, в общем-то, залез в такие тиски, что страшнее быть не может. Я же хочу показать, что это, в общем-то, не так. Я уже давал лекцию, в которой мы касались так или начищен, когда говорили в вопросах свободы, и я показывал, что, в общем-то, для свободы необходимы ограничения. Так, сейчас я понял совсем недавно, буквально перед этой лекцией, что додекофония это абсолютная форма свободы. Почему? Потому что внеограничение ровно столько, чтобы эта свобода состоялась. То есть, если мы берем хотя бы одно из этих ограничений, сама свобода не состоится. То есть, ограничение в ней самое малое количество, которое только может быть. Я их вам описал всего за пять минут. Понимаете? То есть, ограничение минимум, значит, свободы максимум. И самое высшее выражение свободы в музыкальном искусстве, фиксированном в музыкальном искусстве, является, конечно же, графическая нотация, нотация, которая предполагает ситуативное ее прочтение при каждом исполнении музыкантами. То есть, это нотация, которая выглядит в виде знаков, где этот знак может прочеть даже не музыкант. Например, если нам нужна высокая нота, мы пишем вверху. Если это протянуло, это линия вверху. Линия вверху, высокая нота вверху. То есть, это в принципе может исполнить даже не музыкант, если дать ему какой-то инструмент, который не предполагает какой-то музыкальной подготовки. Это своего рода высшая свобода в музыкальном искусстве, но вы понимаете, что в начале 20 века так никто не мог мыслить. Графическая нотация появляется тогда, когда появится Фельдман, которого мы анализировали в прошлом году, и Джон Кейдж, которого мы будем, надеюсь, анализировать в этом. Щенберг, естественно, мыслить как они не мог. И Щенберг достигает максимальной свободы в свое время. Я понял, наконец-то, что додегафония по сути и есть то же самое, что графическая нотация. Что это значит? Я для доказательства этого попробовал перевести вот эту партитуру в графическую партитуру. Специально для нашей лекции. Вы видите, это возможно. То есть эту самую партитуру можно перевести в графику, причем, заметьте, это сложнейший случай, можно было несоизмеримо проще вот этот пример взять, но я его специально стилизовал по Щенбергу и сделал сложнейшую операцию. Я перевел это в графику. Вот так бы это было записано мной. Понимаете? Это 21 век. А это 20-е годы, 20-го столетия. Что это значит? Это значит, что слуховой опыт выходит из предела воображаемого и символического и переходит в опыт реального. Почему? Потому что раньше, как автор мыслил, он либо мыслил в пределах символического регистра, то есть в пределах функциональной гармонии. Почему она является, так скажем, функциональной гармонии символическим, думаю, очевидно. То есть, что такое функции, из которых состоит гармония? Вот, допустим, функция субдоминанта. То есть, если мы берем только ее, ничего другого, она ни о чем нам не говорит. Потому что в одной системе это может быть субдоминантом, в другой доминантом, в третьей, то никак. Это просто демонстрация системы отношений. То есть, гармония это чисто символический регистр. Классическая гармония это чисто символический регистр. Опыт свободы тотальной, в которой работал Щенберг в середине своей жизни. Это регистр воображаемого. Почему? Мы же выяснили с вами, что такое воображаемое? Это мерить все своим я. Если там критерий был, единственный слуховой опыт автора, субъективный слуховой опыт, никаких законов, а только это мерило, то, простите, это не свобода реального. Это воображаемое в чисто мире. ибо там ничего, ни с чем не может не совпасть. Ну, реально это не совпадение. Какое же не совпадение происходит в додегофоне? Почему я считаю, что это регистр реального? Потому что теперь слуховой опыт автора не является привязанным ни к символическому, ни к воображаемому. Он является внутреннее слышание, теперь является слышанием приблизительными контурами. автор слышит не конкретными нотами, а, простите, так можно слышать, только если вы к этому себя очень-очень сильно приучите. Автор слышит своего рода револирующие, постоянно не совпадающие сама с собой конструкции. И эта конструкция действительно соотносится с конструктами реального, потому что здесь есть расхождение по двум уровням. То есть он слышит это так, а фиксирует это так. в данном случае слышание и фиксация не совпадают сами с собой, но это смещение не есть дефект. Это смещение, которое демонстрирует тотальную невозможность несмещенных отношений. То есть если мы говорим о том, что здесь это смещение присутствует в самой партитуре, то она и есть реальная. Это не значит, что, допустим, в произведениях обычной, написанной в гармонической системе, вот там автор что слышит, то и реализует. И что подобного? То есть если реальная не отыгрывается здесь, то оно отыгрывается в другом. И где? Очевидно, каждый раз по-разному. И то есть оно оказывается неуправляемым. Вот в чем дело. То же самое якобы тотальной свободе. Да почему он очень быстро от нее отказался? Да потому что он понял, что в общем-то это не тотальная свобода, а тотальное ее отсутствие. В условиях какого-то не было ограничения свободы быть не может. Свобода это означающее. Если нет противоположности, да, не свободы, соответственно свобода самоустраняется благополучно. Свобода возможна только когда есть какой-то запрет. Если нет закона, свободы тоже нет. И наконец здесь он вмещает смещение в саму структуру своего высказывания. Заметьте, что такое серия. Серия является одновременно контуром, то есть образом и структурой. Но и так, и так она никогда не притворяется в сочинении. То есть она никогда не дана как мелодия и если она один раз и дана это ни о чем не говорит, да, потому что она смещается. То есть каждый раз серия проводится в сочинении, сочинение же не из повторения этого, состоять. Сочинение будет любое, любые ноты могут быть, да, только если мы там пишем одну ноту, здесь мы обязательно должны будем написать эти оставшиеся, да, в определенном порядке. Но и фактура, и мелодия, и ткань этого сочинения могут быть абсолютно любые. То есть получается он пишет наконец-то то, что хочет, та же свобода сохраняется, которая была в первый период, но записывает это теми нотами, которые идут в порядке по серии. Вот в чем дело. И получается сама серия при каждом своем проведении не совпадает с предшествующим. Она никогда не равна самому себе. Вот оно, это смещение, попадание в регистр реального. это действительно уникальный случай, когда музыке удается выйти в регистр реального как такового. То есть оно смещено сразу по целому ряду показателей. оно и маркирует это смещение как таковое. И в данном случае я даже пришел к этой мысли на самом деле вполне из практических соображений. Меня озадачил вопрос, как выписывать музыку вот такую для исполнителей, которые категорически не приемлят графическую нотацию. Я пришел к этому году. Для этого нужно создать правда я не хочу пользоваться додекафонной серии щенка я для этого немного иную свою систему разрабатываю у нас об этом речь не пойдет. Но смысл в том что нужна система по переводу из этого вот сюда я сегодня показал что это вполне возможно. Но слышит я так и любой слышит автор слышит контурами а не точными совершенно конкретными нотами. Точными конкретными нотами он может слышать только если а он графоман а если он просто очень сильно натренирован работать в какой-то конкретной системе. Тогда он сразу априорно адаптирует образ под нее. Так же как художник как говорят испокон вверху хотел изобразить всего лишь цвета. Некоторые даже его изобретали например зеленые веронезы. Для этого изобретали ситуацию в которой его можно побольше но наконец-то только в 20 веке художники поняли что если ему хотим изображать только цвета почему бы только его изобразить. Зачем мне эта фигура вообще нужна? Если цвет красивый и эстетическое ощущение рождается из наслаждения этим цветом значит цветы нужно изобразить. Зачем там фигура если она всего лишь условность. Ну примерно то же самое происходит в музыкальном сочинении. Но Щенберг еще выражает это посредством классической конвенциональной нотации. В такой же манере записывали и его коллеги консерваторы. Абсолютно таким же образом. Не таким. Таким еще он написал. Хотя в какой-то мере на самом деле изобретенный им шприц и занг это пение которое предполагается для драматического актера где он не поет а интонационно проговаривает. Естественно это фактически графика. То есть точного попадения в ноту невозможно. Но представьте если вас заставят это петь естественно вы не сможете это спеть и вы петь это не нужно нужно говорить говорить но по нотам. Понятно что ни в одну ноту вы не попадете но вы сделаете большой скачок то есть вы повысите интонацию там где они вверх пошли понизите там где они вниз пошли и будете примерно совпадать по времени. Вот это и нужно было. И так что Щенберг делает это собственно одним из своих визитных карточек шприки и подтверждает то что на самом деле мыслил то он так. Это не мои фантазии на тему. Таким образом период Щенберга можно разделить так же как у Лакана на три регистра но в одном порядке. Первый это символическая пользование гармонической системой которая на самом деле символическим регистром только является второе это свободная тональность воображаемая где я является мерилом всего я является мерилом эстетического как такового и наконец в додекафоне реальное это смещение того и другого относительно самого себя что представлено в партитурах именно в этой технике в технике додекафоне и написано опера Моисей и Арун я вам давал в группе выкладывал к просмотру фильм фильм Штраува 75-го года замечательную постановку чем она хороша там есть еще русские субтитры потому что конечно без перевода это слушать бессмысленно потому что Щенберг является не автором музыки он является и автором текста полностью вся его опера оттуда создана ну это одна из величайших опер в истории это уникальное вообще уникальное произведение на мой взгляд до сих пор во многом непревзойденное в его новаторских интенциях хотя опера написана очень давно почти 100 лет назад ну и чем она интересна ну во-первых вы здесь видите совершенно неправильное наименование да вот это правильное наименование Моисей и Аарон с одной буквой А потому что в общем-то если мы посчитаем количество букв вот здесь то убедитесь что их 13 еще он говорит благоразумно одну у него по этому поводу был очень серьезный бзик и как вы понимаете этот бзик в общем-то оказался вполне вполне проволочным то есть родился и у него именно 13 что об этой опере нужно знать он начинает работать над либретто в конце 20-х годов то есть он полностью сам создает текст и заметьте этот текст не тождественен библейскому то есть от библейского сюжета там фактически ничего там есть фигура Моисея и Наполима и Папин с 30-го с 30-го по 32-й год очень быстро для Шенберга он создает полностью музыку к двум первым актам к первому и к второму после этого он неожиданно останавливается потому что 33-й год 33-й год дарует сразу несколько событий в его жизни но первый из них наверное самый печальный это приход нацистов к власти он живет близко он живет в Австрии второе событие для него и для оперы наверное тоже очень важное в 33-м году Шенберг переходит веру предков он становится он обращается в удаизм для этого он был против стандарта и весьма показательно стать иудеем перейти в удаизм в 33-м году это было весьма уместно и в общем-то ему пришлось срочно из Европы вот это делаться делался в Соединенные Штаты Америки сначала преподавал в Бостоне потом в Южной Калифорнии и в конце жизни в Лос-Анджелесе именно там в течение двух лет в конце жизни Шенберга у него учился Джон Кейдж вплоть до своей смерти Шенберг не то чтобы писал эту оперу он писал о ней писал всем подряд писал о Гитке писал фонд Гугенхайма писал много еще куда то есть в общем-то его интересовала проблема где можно ее поставить и кто бы это проспансировал потому что сами понимают все-таки постановка опера в Вене у него авторитет был Вене это было возможно вполне реализовать после того как нацисты пришли к власти все подобное естественно пошло крахом это нужно было ставить в Соединенных Штатах в Соединенных Штатах никто этим заниматься не хотел в Соединенных Штатах начало 20 века в общем-то далеки от музыки как что бы то ни было еще никаких своих композиторов там не было те которые были в общем-то представляли исключительно андеграунд и в общем-то Штат это не интересовало это Щенберг мог заинтересовать исключительно как лидер интеллектуальной мысли которого можно найти работу на сегодня он будет типа молодежи именно этим он до конца дней зарабатывает но вот что интересно то есть на момент его смерти в 51 году который иногда и ставят датой окончания этой оперы ибо потом уже автор не жил на самом деле с 32 по 51 судя по всему он не написал ничего но вот такой вопрос а была ли эта опера не завершена а это еще большой вопрос сегодня мы это увидим в двух словах для тех кто по какой-то причине не посмотрел оперу хотя естественно оперу надо слушать и с текстом и пересказать ее нельзя я все-таки в двух словах перескажу сюжет первый акт начинается с сцены с неопалимой купиной Моисей видит горящий куст и слышит глаз Божий который собственно призывает его на подвиг пойти и вывести иудейский народ далее ист встречает Аарона который уже осведомлен которого было видение он идет ему навстречу и происходит диалог очень интересно в данном случае противопоставлены фигуры Моисея и Аарона дело то что Моисей главная фигура этой оперы это вообще не певец это драматический актор он не поет он как раз интонирует в этой манере шпарки замка где он может только выше и ниже Аарон представлен как раз не в фигуре классической для оперного пророка оперный пророк это бас классика оперным пророком должен быть бас а вот здесь тенор тенором всегда в опере являются герои львовники что определенное несовпадение она показывает относительно этой фигуры и собственно после их диалога когда они пытаются каким-то образом найти взаимодействие для того что Моисей красноязычен он ничего сказать только не может он понял вот он браку как-то в двух словах объяснить может а говорить должен будет брат собственно они вместе приходят к еврейскому народу именно здесь заметьте интереснейшим образом Чонбек выбрасывает все что всегда связывалось с этим сюжетом то есть все что является баснословным басни он выбрасывает казни египетские фараонов из пирамиды выбрасывает переход через красное море то есть он выбрасывает весь хлам он оставляет только базовую идею они приходят к народу этот народ нужно как-то убедить народ принимает только образ что такое анубис им понятно что такое апис им понятно бык стоит золотой золотой все понятно бог а что такое бог невыразимый и он еще и один но в общем-то им непонятно и убедить их за собой идти может только агон который и творит не перед фараоном а перед ними самое знаменитое это чудо чудо превращения посохов в змею то есть это происходит перед иудейским народом но тут они поверили правда работает бог существует все нормально и идут за ними в пустыню никакого перехода через никакое море нет второй акт моисея нет он удалился на гору сина и в общем-то не знаю все думают что ему там уже лет много-много-много что он в общем-то там уходит потому что от него вестей никаких нет бога никакого нет никаких чудес будешь не творить а он в общем-то как-то пытается поддерживать какие-то законы в этом обществе но в общем-то его ставят перед фактором что или мы тебя сверкаем или ты в общем-то нам возвращаешь нормальных богов видимых он как человек который действительно заботится о своем народе идет на поводную у них причем идет вполне корректно они создают образ этого аписа тельца и начинаются кровавые жертвоприношения то есть они возвращаются к тому с чего в общем-то начали в этот самый момент Моисей возвращается с горы разобивается эти скрижали и низвергает власть Аарона и тут начинается третий акт для которого нет музыки но текст там есть то есть текст Шанберг написал это диалог Моисея и Аарона где показана непримиримость их позиций то есть Аарон лежит связанный его пытаются ну точнее его приговорили к казни он же изменил богу но в общем-то Аарон стоит на позиции того что он пытался защитить народ Моисей стоит на позиции исключительно символа исключительно даже не символа а символической категории исключительно структуры незримого присутствия божества в то время как для Аарона бог это естественно образ в итоге это заканчивается ничем то есть он отпускает Аарона и получается их коллизия остается неразрешенной ничто никуда не сдвинулась хотя в общем-то их пути полностью разошлись в этой опере как вы видите есть четыре позиции структурно это выглядит так есть бог незримо присутствующий абсолютно во всей опере ну зримо он присутствует в ней говорящим из Неополимы купины есть Моисей есть народ есть Аарон если применить к этим структурам Лакамовскую триаду то мы увидим следующее начнем с самого простого с Моисея но это символическое это понятно он стоит на позиции мысли в противовес слову он законодатель то есть он тот кто мыслит структурно он мыслит невоображаемо и не случайно что в данном случае он единственный кто не поет в этой другая фигура опять же абсолютно очевидная это народ так как народ там в общем то через каждые полслова по нему поминает образ то в общем то понятно что речь это воображает им нужен именно образ им нужен бога образ нет бога образа нет бога и в этом смысле народ всегда показан как некое единство и народ как раз поет и есть третья фигура это бог который незримо повторюсь пронизывает абсолютно всю оперу начиная с неопалимой купины и уже в неопалимой купине бог показан именно как диагроническое смещение Моисея и народа это несколько голосов которые поют и несколько голосов которые тот же самый текст произносят это совершенно уникальное уникальный эффект то есть получается образ бога как смещение народа относительно Моисея один и тот же текст поется и произносится и понятно что он никогда точно не совпадает совершенно уникальный эффект вот этого невыразимого присутствия божества особенностью учесть что это поют с разных сторон то есть это еще сараум такой в некоторых постановках поют даже те кто сидит в зале непосредственно и это производит конечно колоссальное впечатление но бог есть тут везде бог это то что дано в виде несовпадения то есть реальное представлено в виде несовпадения ну например ожидания народа не совпали с тем кем есть на самом деле Моисей но они думали что это супергерой который даст настоящего бога который настоящие чудеса может творить более зримого чем зримого а в общем то он ему никогда этого не собирался делать но несовпадение в ожидании Аарона относительно Моисея то есть Моисей уходит на Синае и пропал его нет и Аарон был уверен что он всегда будет устали оттуда ему приходится брать на себя ответственность и решать за весь иудейский народ на что он изначально не подписывался несовпадение есть и наоборот в отношении Моисея к Аарону и к иудейскому народу потому что понятно что Моисей никак не думал что Аарон в общем то поддаст на провокации и выльет этого самого золотого тельца равно как и не думал что народ не перевоспитываем и не может быть выведен от образа к знаку то есть несовпадение здесь представлено во всей опере сплошь с Бога она начинается с глаз а неополимой купины и оно представлено в виде несовпадающих ситуаций вот это реальное но встает самый важный вопрос а кто такой собственно Аарон отряды это кончилось а вот Аарон это и есть современный субъект это тот кто нанизал на три регистра это тот кому доступны символическое воображаемое реальное но реальное не в виде неополимой купины а реальное в виде неоправданных ожиданий несовпадения одного с другим именно Аарон скрепляет эти три регистра именно его фигура и не случайно именно партии Аарона серия экспонируется беспрецедентным образом выход Аарона там серия звучит как мелодия серия звучит подряд в тень совершенно уникально для логика несовпадения логика реального сохраняется но у Аарона впервые уникальнейшим образом серия дана как мелодия что и подчеркивает то что эта фигура абсолютно уникальна потому что в ней представлено все серия это у нас получается структура несовпадение это регистр реального и серия как мелодия отсылает естественно к воображаемому мелодия есть образ законченный целостный образ сама структура этой оперы тоже демонстрирует эту триаду и триаду опять же заметьте такую же какая биография еще одна она начинается с символического ибо первый акт это акт Моисея второй акт это воображаемое это сцена у тельца это жертвоприношение это образ и наконец третий акт это регистр реального это не только тотальное несовпадение позиции Моисея и Аарона но уникально в нем я почему говорю что эта опера завершена в каком-то смысле потому что это третий акт в нем должна быть музыка а музыки там нет он должен быть окончен но он не окончен и именно благодаря вот этому эффекту этому эффекту не знаю уж сознательному или нет понимаете в данном случае он мог просто не мочь дальше писать потому что он не знал как дальше писать ибо понимал что оно должно быть именно так в эталонных версиях оно ставится как вы видели в фильме когда это просто читается она должна сама не совпасть с собой то есть здесь простите концы с концами не сходятся то есть конец этой оперы не является еще окончанием то есть конца у нее как бы нет она как бы не записана именно благодаря этому и выражает то что она попадает в регистр реального поэтому третий акт это естественно акт реального вот как действует эта лакановская триада совершенно фантастическим образом на самом деле и завете она повторяет не тот порядок который представлен в жизни лаканов а тот же самый порядок который представлен в жизни самого Щерберка и наконец мы переходим к третьей нашей персоне это как вы видите наш современник хотя он и современник еще Лакана это Даниэль Лебескин и мы рассмотрим самое его значительное произведение произведение которое он сам говорил что оно создано и было навеяно неоконченным сочинением Арнольда Щерберга тут связь прямая это еврейский музей Берлина интересно что тот самый год когда Щерберг переходит в лудаизм и бросает писать свою оперу в этот самый год в 33 год в Берлине открывается старое здание еврейского музея да я не оговорился в Берлине в 33 году открывается еврейский музей в тот самый год когда национал социалистическая партия приходит к власти и более того этот еврейский музей был закрыт только в 38 году то есть он спокойно существовал в Берлине никого ничего не напрягало то есть когда национал социализм приходит к власти естественно его основным врагом является не иудей иудей становится значительно позже врагом его основным врагом кто может являться из самого названия национал социализм естественно интернационалист то есть коммунист и в общем-то еврейский музей был закрыт только после событий хрустальной ночи после погромов в Берлине 38 года когда начался холокост тогда еврейский музей естественно был закрыт здание от него ничего не осталось и в общем-то оно осталось как память как след в 80 году уже после окончания войны после того как страна более-менее пришла в себя было решено восстановить еврейский музей и объявляется конкурс на лучший проект этот конкурс выигрывает как раз Даниэль Либискинд и создает свое самое известное здание это не просто шедевр это музей который является самым посещаемым в Берлине и одним из самых посещаемых в Европе здание было закончено в 1999 году а музей открылся в 2001 но понятно что нужно было еще экспозицию сделать все продумать распределить то есть здание это одно экспозицию Либискин не делал он архитект да кого вот как выглядит это здание сам Либискин говорит что его вдохновили два великих иудея это Арнольд Чонберг и Вальтер Бенниемин а конкретно его произведение улица с односторонним движением которая была издана в год начала работы Чонбергом над Либлием улица с односторонним движением это знаете такой антиниш это тоже огромное количество очень интересных высказываний очень коротких емких но сделаны в данном случае с противоположной стороны и интереснейшая работа она есть на русском языке с чем-то там можно не соглашаться понятно что это начало 20 века и там есть определенные тенденции сейчас для нас неприятные но очень многие вещи совершенно уникальны например лакановское понятие сексуации интеллектуала то что в общем-то сексуация то есть пол не один не два я правильно сказал потому что лаканов если мы с этим как пол он один но то есть сексуации может быть много и может быть сексуации интеллектуала и в данном случае у бенгемина постоянно золотой красной нитью там проходит сопоставление в общем-то девушек там это дано более грубой форме девки и книг параллели то есть речь идет о том что желание может быть направлено в равной степени как одно одно так и другое вот в чем дело то есть на самом деле это мысли по тем временам совершенно грандиозные то есть психоаналитическая практика это подтвердит только уже во второй половине двадцатого столетия что вы видите на изображении это старое здание здание дома коллегии еще восемнадцатого века постройки в стиле барокко выполнено сейчас оно сопричасно музею еврейскому но в общем-то оно это не является старым еврейским музеем это старое здание тот еврейский музей тридцать третьего года он грибы те как что относительно Лебискинда еще нужно знать то есть он музыки в общем-то не чуждая фигура дело в том что Лебискинд не много не мало он хорошо в ней разбирается он не просто хорошо в ней разбирается он в каком-то смысле в ней профессионал и он участвовал в частности в оперной постановке одной из оперных постановок Мессиановского Франциска Осискова одна из крупнейших опер из важнейших опер второй половины двадцатого века так он ее ставил не только как режиссер в тот момент но еще и как дирижер это человек который действительно разбирается в музыке как же он решает аналогичную топику аналогичную триаду в своей постройке в общем-то здание уникально по всем параметрам но первое его самое заметное отличие от среднего статистического здания то что мы привыкли что у здания вообще должен быть вход у этого здания входа нет то есть совсем вход есть у дома коллеги из дома коллеги мы можем спуститься в подвал дома коллеги и перейти в подвал здания Лебискинда ни входа и выхода у этого музея нет я представляю что это нужно было какими аргументами обладать чтобы в общем-то обойти пожарную безопасность представляете что это за бумажки у этого здания нет ни входа ни выхода второе то что мы привыкли то что обычно внешние параметры здания определяют его внутреннюю структуру прежде всего для этого у здания нужны окна когда у здания есть окна эти окна обычно расположены так что по ним мы можем понять сколько этажей здания как оно структурно организовано и так далее у этого здания вообще окна есть но они выглядят как-то так то есть по ним нельзя понять ничего то есть внутренне с внешним никаким образом не объединено почему это появляемся зачем этому нужно сам Липецкин страшно любит откровенно простите за выражение гнать по поводу своих проектов что он бы не хотел сказать выгодно так достали масс-медиа что он в общем-то имелит просто ерунду сознательно так многие художники делают и он в общем-то сказал что эти линии они организованы так пусть что он взял карту Берлина поставил там точками определил места где жили самые известные евреи 20 века и соединил эти линии и получились вот такие полосы относительно самой структуры здания говорил что в общем-то это искореженная звезда Давида но в общем-то учитывая тот факт что музей он стал строить с 89-го если не с 90-го а на этот момент у него уже абсолютно такая же конструкция была в одной из инсталляций то в общем-то понятно и там она изображала пламя то никакой звезды Давида тут нет и в помине и в общем-то нету здесь никаких карты с иудейскими домами это чистый воды миф который в общем-то как вы знаете СМИ любят с иудейскими домами но на них укладывают не а почему вот какие окна еще ну например там даже прямое но оно как-то вот так внутри это выглядит тоже не менее причудливо или вот так там еще и экспонаты не повезло так мы привыкли что здание оно все-таки является некой постоянной величиной да а здесь здание мыслится процессом для того чтобы сделать здание процессом оно выполнено из необработанных титановых и цинковых пластин который окисляется то есть это здание с каждым новым годом будет приобретать определенный новый титанов это заложено изначально ну понятно что здесь оно перекрашено закатом то есть оно в течение суток тоже весьма сильно меняется потому что цинковые пластины активнейшим образом по сути отражают это не совсем стекло да к стеклу мы уже привыкли к стилю хай-тек это не он понятно но здесь сами эти пластины будут постоянно стареть и это уже включено в замысел изначально ну и наконец искажается пространство здесь ориентира внутри него почти никаких нет ну вот собственно вход из подвала в здание вот так выглядит там еще говорят и пол сильно неровный здание полно абсолютных тупиков подъема по лестнице в стену и так далее у этого здания чтобы связать его с Лакановской триады и опера Щенберга мы обратимся к его трех осям у него есть три оси которые продуманы и даже имеют авторские названия первая ось красная на моей схеме это ось Холокоста она ведет из здания в башню Холокоста эта экспозиция рассказывает о тех иудеях которые погибли вот так выглядит достаточно страшная постройка башни Холокоста она страшна именно своей простотой и внутри нее нет никакой экспозиции это абсолютно бессмысленная пустота с маленьким-маленьким прорезью света до которого никаким возможным образом нельзя дотянуться то есть туда лестницы нет не смотря на то что Лепесткин категорически отрицает то что это не иносказательный образ а прямой мы понимаем что он все таки прямой он отсылает непосредственно газовый канал то есть это в данном случае опять тот же самый случай когда он просто хочет поскулить с ним это тупик дальше идти нельзя то есть если мы пройдем целиком ось Холокоста от ее начала до конца мы не придем никуда нам придется возвращаться назад чтобы попасть в другую ось это не то здание где этаж можно пройти целиком вот очень красиво вверху этот выхваченный свет и в общем-то никакой иной экспозиции здесь нет это смерть, это отсутствие вторая ось это оси миграции по этой оси у нас идут экспозиция самая большая наверное это экспозиция тех кому пришлось уехать в данном случае экспозиция это ось и экспозиция выводит нас в так называемый сад изгнания сад изгнания состоит из 49 колонн клумб на которых посажены растения и здесь двойная отсылка банальная которую везде приводят в 49 году создается государство израиль не банальная но не банальная к тому же самому моисея есть такая каббалистическая версия каббалистическая идея о 50 вратах вины или 50 вратах понимания 50 врат символизирует целостное видение всего мира а 50 не даны никому это и есть перводвижитель это и есть Бог это взгляд Бога а моисею согласно традиции было дано 49 видение то есть он видел мир он даже видел создателя он не видел только мир глазами создателя все остальное он постиг и таким образом в данном случае 49 колонн отсылают и собственно опять же к образу моисея колонны эти не прямые они кривые они искаженные и это очень клаустрофобичное пространство самое главное что полюбоваться красивым видом растений нам дано только если мы находимся не там они красивы только для взгляда другого только для того кто во вне находится внутри это где-то там что-то до чего никак нельзя дотянуться кстати искаженное это пространство очень клаустрофобичное из него опять же нет выхода это не выход в сад откуда можно выйти куда-то это тупик такой же как ось холокоста и это кривые башни это не фотоаппарат криво держит они именно под наклоном установлены здесь это еще виднее и осенью это место становится совсем страшно мне особенно нравятся фотографии где его фотографируют из здания через стекло особенно когда идет дождь то в этом есть определенный образ то есть это некая неуместность то есть их позиция они попали да там есть все блага здесь нет чего-то угрожающего но в общем то это тоже тупик потому что в общем то дотянуться до этих благ никаким образом нельзя и наконец третья ось называется осью непрерывности показывать там особо нечего ибо это ось просто экспозиции я покажу ее расхождение с осью эмиграции в данном случае там где куда идет лестница это ось эмиграции а вот это ось непрерывности именно через эту дорогу можно выйти в временную экспозицию собственно в само здание то есть если мы применим вот собственно это место для временных экспозиций и если применить к этому зданию лакановскую триаду то заметьте как это будет здорово работать ось воображаемого это естественно ось холокоста она во первых решена непосредственно через образ это единственный раз когда он изображает что-то точное то есть газовую камеру как газовую камеру ни к каким не прибегая сложным ухищрением во вторых сама идея холокоста естественно основана на воображаемом это отношение к другому как к тени своего я то есть другой как враг другой как моя тень это естественно чисто воображаемое само по себе и ось холокоста здесь решена всеми средствами воображаемого это конкретный образ образ который отсылает к самому себе следующая у нас конструкция это ось иммиграции она и есть символическая почему? она решена через символы ну сами понимаете что вот этот сад изгнания никак внешне не похож на иммиграцию между ними нет ничего общего между ними общей является только логическая структура то есть мы можем высчитать через этот символ что она отсылает к тому-то а во вторых в нем есть диспозиция ключевая диспозиция для каббалистическое учение это собственно 49 этих кубов помещенные в 50 куб то есть это вся структура мира это символическое простите то есть это 50 ворот бины странно что нигде кстати про это не встречал то есть видать каббалисты не добрались для диспозиции нет может быть где то и есть я не могу читать на немецком языке может быть на немецком есть и наконец последняя ось это ось непрерывности это реальное оно реальное не только за счет того что из него есть выход дальше то есть в нем есть диагроническое время то почему синхронно те две оси потому что они тупики они представлены целиком а это диагроническое ибо именно из нее мы выходим заметьте куда в зал временных экспозиций это то где каждый наш новое посещение музея если мы там раз в год приезжаем будет не совпадать само собой ибо экспозиция будет меняться вот это реально это когда мы приходим на то же самое место оно уже другое вот это реально я попытался выразить это в инсталляции которую я делал как раз когда обдумывал эту идею вот так она выглядит она называется три линии и здесь заметьте три листа бумаги согнуты определенным образом согнуты и здесь на одном листе прочерчена линия прочерчена она естественно вот того как он был согнут она ровная на другом листе натянута нить скрепляющая их ну вот и третий лист это разрез такой же ровный в одном случае это воображаемая ну это образ нити которая сопричастна насинхронно этим изгибам она их точно будет повторять это символическая артура скрепляет эти изгибы но опять же синхронность ничего не происходит и это реально которое показывает смещение этих изгибов относительно самому себя и при этом естественно при малейшем дуновении она чуть-чуть ревлирует то есть она даже в отличии от первых двух не константна все бы это было замечательно только сам Левискинд говорит о том что его здание посвящено заметьте не трем двум способам мышления как это так для этого нам придется разобраться с этим знанием еще раз вот так оно выглядит сверху и вы видите что у этого здания самое его главное отличие от любого другого у него нет ни одной прямой линии прямая линия в нем не представлена представлена прямая линия точнее здесь есть она наличествует но она не является стеной она является световыми колодцами вот они прямая линия развивается самим зданием и каждый угол этих изгибов никаким образом никогда не совпадает с этой прямой и вот тут нужно в двух словах сказать о том откуда собственно такая форма дело в том что в 88 году Левискинд создает инсталляцию линии огня весьма интересная инсталляция с почти такой же формой которую он размещает в одном из зданий Ле-Корбюзиен между колоннами таким образом что она занимает это пространство целиком и нарушает взгляд дождественной времени то есть мы всегда привыкли вот допустим колоннаду мы идем по ней и каждый наш шаг каждое наше смещение взгляда относительно этой колоннаде эквивалентно по протяженности нашего смещения относительно этих колонн то есть каждый наш шаг ровно настолько же смещает нас насколько смещается наш взгляд Левискин дает совершенно потрясающее решение он размещает эту инсталляцию и так что никаким образом ее целиком посмотреть нельзя мы можем из-за этих колонн выглянуть посмотреть обойти опять выглянуть посмотреть наш маршрут прохождения не будет равен протяженности этой инсталляции совершенно потрясающее решение которое конечно несоизмеримо сложнее было бы обыграть в здании но он это обыгрывает в данном случае прямая линия разрывается прямая линия невозможна на схеме возможно еще виднее в прямой линии помещены световые колодцы которые не просто окна на потолке которые полностью залиты они сделаны из бетона это бетонные стены и это пустое пространство по сути никаким образом не используем это дыры в музее которые никак нельзя использовать в центре музея который находится в Берлине вот такие дыры себе позволят непригодные для экспозиции выглядит это вот так это пустоты это пустоты развивающие этажи в которые вы будете все время укоряться их нужно обходить только одна из этих пустот заполнена экспозицией экспозиции кстати очень страшной она называется шальхет это опавшие листья она вся завалена металлическими проржавленными лицами получается прямая линия если мы следуем какому-то единому образу единому закону то в общем то мы понимаем что учитывая то что вся ситуация вокруг постоянно меняется это единство будет постоянно разорваться несмотря на то что внешне она для нас будет единым чем-то единое всегда приводит к разрыву но в то время как вот эта кривая это и есть некая траектория пойманного в единовременности ну по крайней мере намеком почему это так мы сейчас увидим на самом деле кажется что нет ничего проще прямая линия да некое такое видение прямолинейное и видение а-ля как это сейчас понимают а-ля потока который все время меняется в общем то это было бы не про Лебискин то есть мы понимаем что он такими глупостями не занимается но занимается он значительно более глубокими вещами если мы возьмем за точку отсчета не наше внешнее наблюдение за музеем простите над ним мы не каждый день летаем да мы его можем на фотографиях посмотреть мы его можем увидеть как макет а архитектор конечно прежде всего макет создает он же это не строил он же не застройщик то есть увидеть его сверху можно но его увидеть можно и изнутри этим он отличается от инсталляции его линии огня сюда можно зайти а если мы пойдем внутри по этому музею то как раз наше передвижение по нему соразмерное с временем и будет линией прямой временектор а все наши натыкающиеся вот эти маршруты а там есть на что натыкаться поверьте там все время придется возвращаться там все время вы будете в тупики заходить в ложные ловушки тогда когда дальше даже видно пройти нельзя и так далее вы будете мотать там эти круги не знамо как это не только вас дезориентирует но это делает следующее то есть ваш маршрут для вас окажется в итоге прямым он во времени прям а то на что вы натыкались и окажется этим замкновенным то есть эти самые колодцы которые на самом деле прямые если мы здание развернем в прямую линию прозра это то что было световыми колодцами они организованы будут как раз в этот самый зигзаг ситуация перевернется эти световые колодцы станут зигзагом но зигзагом разорванным вот в чем дело вот о чем это произведение вот эти два взгляда на самом деле то есть эти взгляды если пользоваться терминологией слабое жижико и представляют параллаксное видение что есть параллакс параллакс дословно если брать оптику это изменение видимого положения объекта относительно удаленного фона в зависимости от положения наблюдателя но для слабое жижико параллакс это принципиальный разрыв между двумя позициями позиции нахождения внутри ситуации и позиции стороннего наблюдателя то есть а раньше всегда считалось как что тот кто в ситуации у того не объективный взгляд а вот со стороны взгляд объективный жижик полностью устраняет эту оппозицию то есть в данном случае объективный отстраненный а с какого перепугу он объективный это просто другой да между ними нет никакой точки пересечения он всегда показывает так как он политический философ на правых и левых то что правые так скажем видят свою позицию к лебам не таким же образом как левые и правые то есть эта оппозиция не плюса-минуса это оппозиция полностью смещенная полного несовпадения то есть получается левые обращаются к правому не к правому а к своему образу правого который с правым никаким образом не совпадает так же как и правые с этим На самом деле там четыре фигуры, они и две, как мы видели это в схеме опера Моисея и Арон. И здесь обыграно то же самое. То есть если мы смотрим как сторонние наблюдатели на этот музей со стороны, для нас оппозиция очевидна. Разрыв прямой линии и зигзаг, который ее превозмогает. Если же мы смотрим это внутри, выстрадывая и проходя эту постройку, которая на самом деле многих нервов стоит, чтобы пройти. Я имею в виду даже чисто психологически, там же ужас, холокост. Она выглядит вот таким образом. Прямая это наш маршрут. А то, на что мы натыкаемся, и есть эти линии, которые являются все время по отношению к нам данными под разным градусом, под разным углом. Ведь прямая она была только там. Заметьте, ни одна часть музея не дана к этой прямой под одним и тем же градусом. Получается, здесь это всегда смещается. Вот это будет зигзагом, препятствующим нам. А это будет наш прямой путь. Позиция внутри и позиция снаружи оказывается принципиально разной позиции. Вы не можете находиться сразу же внутри и сразу же снаружи. Вот в этом суть параллакса. Суть параллакса в том, что мы всегда вынуждены сделать выбор до того, как мы поймем вообще, куда попали. Вот в чем дело. То есть выбор раньше происходит. Раскол принципиальный. Мы попали внутрь, а значит мы не сможем уже объективно оценить, как его он извне. А если мы не согласились, мы смотрим извне, то, простите, мы никаким образом не можем понять, как его там внутри. То есть то же самое в упрощенной форме можно применить к самому еврейскому народу. То есть если вы представитель этого народа или сочувствующий, то это одно, у вас одна история. Если вы наоборот агрессор, агрессивно настроенная внешняя среда или среда безразличная, то это совсем другое. И между ними нету оппозиции. Между ними есть принципиальный разрыв. Тот, который в философии называется эпистемиологическим. То есть никакого возможности совместить эти взгляды нет. Никакого асинтеза гигельянского здесь не наступает. Мы либо снаружи, либо изнутри. Но самое-то страшное, относительно постройки, мы всегда знаем, где ее внутренность, а где наружность. А вот в опере «Моисея и Аарон» мы этого сказать никак не можем. То есть почему опера называется «Не Бог, Моисея, Аарон и Народ»? И она не называется даже Аарон, как субъект, который между этими тремя позициями находится. Она называется «Моисей и Аарон». Две фигуры, две позиции. Но это позиции не двух людей. Это позиции, две разные позиции одного субъекта. Он может быть либо в позиции Аарона, либо в позиции Моисея. А среднего между ними нет. Смещение это и есть реально. Это смещение мы видим в последнем акте. Но самое-то важное, что мы не знаем и никогда не сможем полностью и адекватно ответить на вопрос, а кто, собственно, внутри? Моисей или Аарон? Моисей или внешний наблюдатель за этой историей, а Аарон лишь действующее лицо, которое внутри варится во всем этом котле? Или наоборот, Моисей полностью включен в дискурс этого монотеизма, единого Бога, и, в общем-то, ничего за пределами его не видит. А Аарон, чисто как объективный человек, понимает, что, в общем-то, народ не только словом, но и хлебом едимым в данном случае. Если хлеба едимого нет, именно через букву М, то, в общем-то, голодающий народ может власть порвать. В таком случае он объективный наблюдатель. Понимаете? Эта позиция оказывается неопределенной, как та самая позиция, которая вначале с этого начал. Я, деленное на я. И где это я, которая мыслит, а где я, которая существует, никогда не понятно. Оно все время смещается. И флуктуация между ними есть реальная, которая в конце и заявлена со всей очевидностью. Собственно, решения здесь нет. И самое-то забавное, что если в случае с оперой Чонберга, Моисея, мы имеем торжествующего субъекта, субъекта в лице Моисея. Он устранил, сокрушил ложных богов, сокрушил власть Аарона и подчинил все законам монотеизма. Хотя мы видим, как он страдает в конце второго акта, потому что его убивает то, что он не может выразить невыразимое. Но, понимаете, эта ситуация еще интересна и тем, что опера эта относится, вновь, к реальному, по той простой причине, что она смещена относительно библейского мифа. Она сильно с ним не совпадает. Она сильно с ним расходится. Более того, заметьте, ни в одном примере сценических постановок Моисея, дольше он вверх, никогда не вводился Аарон как равноправная фигура. То есть Моисей – это да. А Аарон – это брат, о котором он узнал под старость лет, до этого и знать не знал, что он у него есть. Но, который становится его устами. В общем-то, мы понимаем, что изображение Моисея мы знаем в виде микеланджеловской скульптуры. Аарона, если есть какие-то рисунки, в основном это фрески, то, в общем-то, ничего там значительного нет. То есть нельзя назвать какое-то величайшее произведение, изображающее нам образ Аарона. Но здесь они не случайно даны в самом названии, в совмещенной позиции. Потому что это не две фигуры. Это два пути современного субъекта. Это и есть расщепленный современный субъект. Поэтому опера Щенбета грандиознейшим образом предвосхищает, как лакановский концепт, когда он выводит на чистую воду Декарта. Заметьте, до лакана декартовская формула, в общем-то, никого особенно не напрягала. Не значит, что она не работала. Работала-то она уже на самом Декарте отработала. Хотел сказать одно, вышло другое. Но ее начинают интерпретировать именно так, как лакан, как расщепленного, смещенного относительно друг друга субъекта именно со второй половины 20-го века. Понятно, что уже до этого интерпретировано именно так, радикально, я имею в виду. Щенбек же показывает то же самое еще раньше, в самом начале 30-х годов, где он показывает действительно расщепленного субъекта. Тем более, вполне возможно, что именно поэтому на это же сыграло удаление буквы одного у Аарона. Он стал Аароном. Он сместился относительно себя самого. Это, вы знаете, это достаточно круто, если особенно учесть, что к 33-му переходит в иудаизм. Во-первых, перебрать Тору. Это достаточно серьезно. А во-вторых, еще и одного из важнейших основателей народа Израилева, как такового, Аарона, лишить одной буквы в имени. То есть, в данном случае, вы понимаете, что у него гематрия другая стала. То есть, в иврите же буква, она с цифрами. Слушайте, буквы и цифры – это одно и то же. И в данном случае Аарон даст одно число, а Аарон совсем другое. Но самое удивительное, даже не в этом смещении, а в том, что в эти самые 30-е годы основатель психоанализа, старенький-старенький Зигмунд Фрейд, уже обреченный на смерть, и долго и мучительно умирающий, а именно гниющий, создает миф, выраженный в его последней книге человек Моисей. Его принято эту работу дико критиковать, потому что якобы, что это несусветная байка. Я думаю, что Фрейд, очень глубокий и проницательный человек, понимал, что эта байка, просто эта байка ему зачем это была нужна, и зачем мы сейчас выясним. Дело в том, что Фрейд создает уникальный миф. Миф смещает позицию торжествующего Моисея и поверженного Аарона, которого мы только что видели в финале оперы Щенгерга, в прям противоположную сторону. Что делает Ченгер? Щенгерг показывает нам следующее. То, что... Не Ченгер, простите, Фрейд заголовил. Согласно истории, изложенной у Фрейда, Моисей – последователь Арматона, египетский жрец, какой он, соответственно, являлся, даже согласно Тури, никакого отношения к иудаизму и к иудейской расе не имеющей в принципе. То, что он заповедовал обрезание, кстати, тоже об этом говорит, ибо обрезание – это отличительная черта египетского вероиспроведания. То есть, обрезание откуда идет. Соответственно, Эхнатон – создатель монотеизма, первого в истории, да, культа Бога Артона, и Моисей поклоняется этому самому Артону. После изгнания Эхнатона, после того, как в Египте вернулись к многу Божию, вот, Моисей находит пристанище в одной из провинций египетских, где, собственно, и живут людей. он возглавляет их, он им потворствует, потому что они согласны принять его Бога. То есть, они переходят в монотеизм. Но, вот в чем незадача. Как вы поняли уже, и согласно Библии, и согласно Опериченбергам, Моисей красноязычен. Он не может говорить с народом, потому что он двух слов связать не может. Да, он только Бога понимает. Так вот, согласно Фрейду, это объясняет достаточно просто. Так как он египтянин, он просто не знает еврейского языка. И для этого ему нужен Рупор, ему нужен Аарон. Человек, который является вождем этого племени, и который знает и египетский, и еврейский. Заметьте, когда Моисей приходит к фараону и начинает у него там все это требовать, говорит он отлично, сам, без Аарона. То есть, на египетском он был весьма красноречен. Он уводит эту общину, которую, вполне возможно, ему просто разрешили забрать за ненадобностью. И, в общем-то, заканчивается это печально. Когда народ вышел таки из Египта, они поняли, что даром не нужен этот монотеизм Моисея, он же свою функцию же выполнил, и его убили. Но, через какое-то количество времени у Моисея оставались скрытые приверженцы, через какое-то количество времени, когда все пошло не так, ну, понятно, что всегда все идет не так, дождать этого долга, очевидно, не пришлось, они всплыли, сказали, что вот это вам как за то, что его Моисея выбили. Все раскаялись и приняли Бога Моисея. Таким образом устанавливается монотеизм и миф о том, что Моисей и является великим пророком еврейского народа, который и даровал им завет, новый завет, в данном случае завет Торы. То есть, что делает Фрейд этим мифом? Понятно, что это Бастия. То есть, если говорить о реальных исторических факторах, то евреев, в общем-то, в Египте просто никогда не был. Поэтому через Красное... обсуждать вопрос о том, как они перешли через Красное море, бессмысленно, ибо они этого не идут. В данном случае ссылаюсь на слова самого крупного нашего современного египтолога Виктора Сонгина. То есть, просто их деревьев там не было. Поэтому никуда не уходили. И в данном случае это миф, это два мифа. Один миф библейский, другой миф Фрейда. Зачем Фрейду понадобился этот миф? Вот это очень важный момент. Для того, что редко понимают, что Фрейд часто пользуется мифом, но пользуется всегда не для того, чтобы туда нырнуть. Он не юнг. Фрейд, например, создает два мифа о Египте. Мало кто знает, что их два, они прямо противоположные у Фрейда. Зачем? Это для того, чтобы вот это реально и высекать. Они два взаиморасключающие. В одном случае сыновья убивают папу, сын точнее, в данном случае Египт, Сафокла, убивают папу, чтобы спать с мамой. А во втором случае, прямо противоположные сыновья убивают этого братца. И, в общем-то, именно поэтому с мамой им спать больше нельзя. Потому что они устанавливаются, это страшная фигура отсутствующего отца, который является законом. То есть закон устанавливается только тогда, после того, как отец-мёртв. В одном случае это Египт Сафокловский, которым Фрейд постоянно пользуется. В другом случае это Египт из Тотема и Толу, работы Фрейда. Они взаимоисключающие. Здесь то же самое. Фрейд показывает, что если мы внутри традиции, если мы внутри иудаизма, у нас один Моисей, а если мы вовне, у нас Моисей должен быть другой. Речь идёт не о том, что это научные факты, их так никто никогда не понимал. И то есть, понятно, что это миф чисто в виде. Но это миф состояния нахождения вовне относительно традиции. Таким образом, Фрейд продемонстрировал то же самое, что мы видели у Щёнберга, то же самое, что мы видели у Либельскида. То есть мы можем либо броситься, очертя голову внутрь какой-то традиции, либо можем занять по отношению к ней критическое видение. Но нечто среднее, суммирующее, нам не дано, и нам не дано понять, каково быть на противоположной стороне. То есть это невозможно. Никак. И в данном случае, когда мы знакомимся с чьей-то лекцией, когда мы знакомимся с каким-то новым произведением, чьи имя автора нам ни о чём не говорит, когда мы знакомимся с чьим-то исполнением, мы можем либо поверить автору, либо встать на позицию отстранённого, критического взгляда а-ля Теодора Дорна. А если говорить, значит, наверное, кем-то проплачен. Понятно, что современный субъект чаще встаёт на вторую позицию, то есть на позицию именно критического взгляда, но она не позволяет узнать, каково быть внутри. А каково быть внутри, это значит отбросить позицию критического взгляда. И то и другое совместить просто невозможно. Никак. Можно быть либо внутри контейнера, либо вовне. Итак, мы сегодня рассмотрели три регистра и две модальности взгляда. То есть три регистра символически воображаемые и реальные, и поняли, что помимо них у субъекта всегда присутствуют ещё и две модальности. Это и есть топология, это топика структуры современного субъекта. То есть сама моя лекция, как я её выстроил, заметьте, и претендовала, по крайней мере, на вот эту топику, на топику трёх колец Барамена. Она была полностью замкнута, она полностью в конце сомкнулась, и всё сошлось. И разомкнуть хотя бы одно кольцо, значит, устранить всю систему как таковую. Но самое важное осталось, по большому счёту, без ответа, стоит ли нам быть осторожным относительно истин мира, относиться к ним с определённым критическим подозрением, или стоит броситься в них, сделать такой а-ля Батайевский бросок, и держаться за эту самую пойманную хвост пойманной истиной, во что бы то ни стало. Про это мы узнаем на следующей лекции Гулес-Легреза, которая будет именоваться «Произведение искусства и его отношение к истине», где я предложу две современных системы отношения к истине, как раз истина, которая рассматривается со стороны, и истина, которая рассматривается изнутри неё как таковой. Это лекция будет ровно через, то есть не на следующей неделе, а через неделю, то есть 12 декабря. Тоже 7 часов, тоже на этом месте. А сейчас у нас осталось буквально несколько минут. Если есть какие-то вопросы, то я могу попытаться на них ответить. Есть вопрос. Да, да, да. Скажите, пожалуйста, если вы говорите, что про 49 столбов, этих нигде не написано, как вы дошли до этого места? Вы сами проверяли аналогию? В данном случае это одна из ключевых понятий кабалы, 50 врат бины, то есть это основа, основа именно каббалистического иудаизма. И так как здесь заявлено именно 49, и дается ссылка на произведение Щенберга, то, в общем-то, это как бы очевидно. Далеко не все, что очевидно, всегда притворяется в тексте. Как известно, чаще копают там, где закрыто. Дальше там, где открыто. Вагамбина есть не это все. Большая работа, которая представлена, что сложнее всего увидеть открытое. А, собственно, его фактически невозможно увидеть. Почему? Потому что оно дано. Мы не видим то, что очевидно. Мы видим только то, что когда-то было закрыто. То есть открытое, чтобы стать видимым, должно быть сначала закрыто, а потом открытое. Только после этого мы его начинаем воспринимать. То есть мы не видим то, с чем сталкиваемся ежедневно как данностью. Оно нам кажется чем-то абсолютно очевидным. И вот из этой очевидности, как вы понимаете, все представленные здесь произведения вытекают. И в наибольшей степени из этой очевидности, наверное, может нас выбить лепесткиндерская постройка, потому что она нарушает наши привычные ориентиры. То есть оперу мы можем просто не понять. Лакану мы можем просто не читать. А лепесткинд, если мы попали туда, в общем-то он привычный ориентир нарушает сами собой. И я забыл сказать одну важную мысль, как распределить, собственно, эти произведения по этой топике. Но понятно, что концепция Лакана как концепция, а не как ее применять, естественно, относится к регистру символическому. Это, думаю, очевидно. В данном случае лепесткиндовская постройка, так как она обозрима, она может быть схвачена как целостная, сколько бы она смысла в себя ни нанесла, она, конечно, идет по регистру воображаемого. И, наконец, опера Щенберга феноменальна. Произведение феноменальное тем, что оно окончено в своей неоконченности. Оно не совпадает само с собой. Оно, конечно же, идет по регистру реального. То есть, только таким образом они в эти бароменовские кольца и вписываются. Хотя, повторюсь, вышибить нас из вот этой очевидности и заставить нас в ней сомневаться, прежде всего может именно лепесткинд. Потому что мы в него попадаем, и не воспринять искаженное пространство мы просто по определению не можем. А все остальное мы можем просто пройти мимо. Оно будет для нас слишком очевидным. То есть, как раз лепесткиндовская постройка, получается, вышибает нас из состояния вот этой давности, из состояния невидения вокруг ничего, как раз потому, что она более воображаемая, чем другие. Она идет в большей степени по воображаемой. То есть, она, так скажем, представляет эту истину не более очевидной, а менее очевидной. Именно поэтому мы ее и можем заметить. В ней есть что приоткрыть. А, у Щенберга и у Лакана это тот текст, текст в широком смысле слова, который, в общем-то, может остаться нечитаемым. Если вы попробуете, правда, читать Лакана, то вы удивитесь, потому что это та мысль, которая не предполагает в каком-то смысле. То есть, нужно меня понимать и соговорками. То есть, я буду говорить, опять же, в Лакановском дискурсе. Она в каком-то смысле не предполагает выводов. То есть, вы будете читать, мысль будет двигаться, но в итоге она ни к чему не придет. Она не придет в тупику. Вот это тоже нужно понимать. Она и не должна ни к чему прийти, ибо отношение Лакана к истине, то есть, к конечной точке, мы узнаем в следующий раз, и вот лица. То есть, это не значит, что вы уже знаете, потому что я буду его объяснять. На четырех дискурсах Лакановского текста я дам в этот раз только четыре, четыре базовых, хотя есть еще дополнительные, дискусска Виталиста, из него можно вытасти еще три, путем с достаточно нехитрым. Да, вот, вы увидите, что, в общем-то, Лакановская мысль в этом смысле уникальна, и она уникальна своей какой-то очевидности. Абсолютно потрясающе выражает самую суть, самую диспозицию вещей, и именно поэтому мне это прочитать очень сложно. Просто прочитать там, где что-то от нас закрыто и требует открывания. Вот тогда это просто. Когда открывание не требуется, оно и так дано. Оно фактически становится нечитаемым. Есть еще вопросы? Итак, если нет вопросов, мы тогда на этом завершаем, тем более, что время, наш гудлайн уже пять минут до него остается. В следующий раз, 12 декабря, я жду всех, будь в каком-то смысле продолжение. Продолжение следует...